Студия Медиакнига представляет. Андрей Рудаков. Возвращение пилота. Читает артист Юрий Титов. Книга первая. Контрабандист. Глава первая. Мутное, молочно-серое туманное небо над моей головой вздрогнуло и поползло в сторону, открывая белоснежный потолок. Несколько секунд я пялился на него, пытаясь понять, что происходит, но ложа, мягко обнимавшая мою спину, совсем не разделяла такого созерцательного настроя. Мелко задрожав, оно, та его часть, что была под моими плечами, поползло вверх, заставляя сесть, схватившись руками за невысокие стенки вытянутого узкого цилиндра. Как самочувствие? Рутинно, словно из вежливости, поинтересовался кто-то, и, повернув голову, я обнаружил мужчину. Наверное, средних лет. Более точно определить его возраст было сложно из-за типичного облачения медика. Брючки, халат, шапочка и маска на лице. Все цвета бледной морской волны, приятной глазу после больничной белизны стен, пола и потолка. — Эй, ты меня слышишь? — повторил он, подходя ко мне и профессионально щелкая пальцами перед носом. — Слышу. — дернул я головой, и врач, кивнув самому себе, извлек из кармана небольшой планшет, немедленно принявшись водить по нему пальцем. — Рефлексы есть? Слух есть? — негромко бормотал он, делая пометки. — Анализ ситуации. Задержав в воздухе нацелившийся на экран палец, врач перенацелил его на меня. — Ты кто? — Человек. — отвечаю на автомате, разглядывая свои голые ноги. — А где я? — Вопросы после... — его палец продолжил свое порхание по экрану и вернулся ко мне только спустя несколько десятков секунд. — Чего сидим? Подъем? Освобождаем место? — Погодите. Помогая себе руками, спускаюсь на теплый пол, выложенный белым кафелем. — Где я? Ничего не помню. Будучи не в силах вспомнить предшествующие события, чешу затылок, но это, увы, не приводит к положительному результату. — Кто вы, помните? — сунув планшет в карман, он, обойдя меня, подошел к раскрытому цилиндру и вытащил откуда-то снизу стопку одежды. — Одевайтесь. — Нет. — Одеваясь, я потряс головой. Ничего не помню, как в тумане все. — Пройдет, — отмахнулся врач. — Амнезия — обычное дело после респа. — Иди сюда. Поманив меня за собой, он двинулся к двери, где и замер, нажав на неприметную белую кнопку подли проема. Панель сдвигается в сторону, открывая небольшой кран, и врач показывает на него. — Прикладывай. — Чего прикладывать-то? — Справившись с бельем, я залез в комбинезон и, запечатав липучками грудной клапан, сунул ноги в легкие туфли. — Ну, не... а же... — выругался он, но, видя мое непонимание, смягчился. — Руку, ладонь, любую. Экран налился светло-оранжевым светом. Стоило моей ладони коснуться его, и по его поверхности побежали, выстраивая столбиком буквы. — Как читать, не забыл? Врач подтолкнул меня к экрану. — Это твои данные, изучай. Они должны дать толчок памяти. — Должны, так должны. Убираю ладонь и наклоняюсь над экраном. Очертания букв странные, но вполне читаемые. Глянем. Там, где только что были мои пальцы, проявляется заключенное в овал лицо, и меня немедленно передергивает. Нет, не от изображения, с ним после. Откуда-то приходят воспоминания о могильных плитах, с которых смотрят тысячи точно таких же окантованных лиц. И что самое плохое, многие из них мне знакомы. Погибшие друзья, побежденные враги... Бра, прочь ненужной мысли. Сейчас картинка важнее. Мужчина лет так слегка за тридцать. Темно-русые волосы коротко пострижены, небольшой шрам на левой щеке. Непроизвольно моя рука тянется к лицу, где, обнаружив его, опускается вниз. Что-то смутно припоминается. Блеск ножа, сумерки, тень какого-то ангара. Но не более того. Глаза зеленые. Хм, зеленые. Никаких ассоциаций. Ладно. Допустим, это я. Ну, хоть как выгляжу, знаю. Так, почитаем. Семен Светозаров. Это что? Мое имя, что ли? В памяти всплывает какой-то Сэм Люциус. Вроде меня и так звали. Когда-то. Еще ниже короткая строка. Пилот. Позывной. Поп. Да, припоминаю, но как в тумане. Рука, та самая, что щупала, шрам, тянется к сердцу. Там должна быть... Вернее, когда-то и где-то была небольшая пластинка с короткой аббревиатурой «Командер-Поп». «Командер-Поп». Пальцы натыкаются на слегка похрустывающую от свежести ткань, и рука опускается еще ниже. Прочерк. А-а-а, фришка. У меня над духом вздыхает врач. Тогда ясно. На жаб нарвался. Вот они тебе соломинку в известное место и вставили. Фришка? Жабы? Поворачиваюсь я к нему, и он возвращает полные сожаления взгляд. Не вспомнил, значит. Фришка. Свободный пилот. Без корпы. Союза или иной структуры. Сам по себе, понимаешь? Понимаю. А жабы? Ну, родной, чуть отстраняйся, он разводит руками. Я врач, а не лектор из общества знания. Что мог, сделал. Дочитывай, кивает он на экран. И вали, у меня и без тебя много дел. Принято. Не желая напрягать этого, без сомнения, занятого человека, я возвращаюсь к экрану. Читаю ниже прочерка. Средства. Пятнадцать тысяч СТД, общекр. Ну, тут ясно, пятнадцать тысяч кредитов, стандартных и общих. Последнее немного смущает. Раз есть общий стандартный, значит, и какие-то нестандартные имеются. Окей, после разберемся. Не нуль, и то гуд. Дальше. Аврора СТД КМПЛ. Хм. Еще что-то в стандартной КМПЛ. Комплектации? Ну, допустим, ниже. Страх прем. Прочерк. Тоже ясно. Застрахован я не был. Смотрю дальше. Статус нейтрал. Ну да, ну да. Тут я еще, судя по всему, врагов себе нажить не успел. Хмыкаю. Вот уж чего-чего, а за этим дело не станет. С друзьями проблема, а вот с врагами... Замираю. С друзьями? У меня были друзья? Нет. Память приносит только обрывки смазанных лиц, силуэтов и все те же могильные холмики с памятниками. Дочитал? Голос врача прерывает мои копания в памяти. Угу. Тогда свободен. Он кивает за спину, где мой цилиндр. Уже закрыт и наливается неприятным розовато-красным свечением. Сам видишь. Еще кого-то резать надо. Понял, спасибо. Киваю ему и поворачиваюсь к двери, створка которой начинает ползти в стену. Погоди. Уже держа в руках свой планшет, врач указывает им на мою левую руку. Просто любопытство. У тебя что, мутация? Оттягиваю рукав. Там, чуть выше запястья, зеленеет нефритом широкий в три пальца браслет. Он словно вырастает из кожи, окольцовывая собой всю руку. Эм, ну да. Киваю я, не знаю, что ей ответить. Идеи, что это такое, у меня нет. Бывает, косится врач на цилиндр. Я тут такого насмотрелся. Скажешь, кому не поверят. Вон, пару дней назад. Ресал одного. Так у него обе руки, от локтя до запястья, в костяных наростах. Военная мутация. Он ставит руки перед собой, словно готовясь отразить удар. Да для рукопашников. Чтобы блоки ставить. Ничего не говоря, молча киваю. Удачи, фришка. Врач отворачивается, подводя черту под разговором. И я покидаю кабинет. За дверью обнаруживается просторный холл, по центру которого в небольшом углублении всего три ступеньки. Расположено несколько скамеек, сиденья и спинки которых затянуты крупноячеистой, весело блестящей металлом сеткой. Между ними стоят катки с пышной растительностью. На стенах перемигиваются ничего не говорящие мне надписи, но... Мое внимание привлекает другое. За ними, всего в паре тройки метров от их дырявых спинок, всю стену занимает огромное, мне приходится задирать голову, чтобы увидеть верхний край, окно. За ним, дыхание перехватывает, чернеет она. Великая пустота. Пространство. Космос. Называйте как угодно этот безбрежный океан, расцвеченный искорками звезд. Во рту пересыхает, но я не могу оторваться от манящей своей бескрайностью пустоты. Что, пилот? Мне на плечо ложится рука и, преодолев зов пустоты, поворачиваю голову. Рядом со мной стоит мужчина моего или, с самой малость, старше возраста. Тянет? Кивает он на окно, вытаскивая из нагрудного кармана пачку сигарет. Будешь, пилот? Да бери, не робей, бесплатно. Как своему брату по пустоте не помочь? Я киваю, разглядывая вышитую на кармане эмблему. Сетка паутины, в центре которой висит крепыш-младенец, и он, перехватывая мой взгляд, спрашивает, не тая сочувствия в голосе. Амнезия? И разглядывая,